нет куска просто нет куска колеса нет шестиступенчатый автомат на уаз патриот поехали сегодня я лечу в астрахани вместе с компанией suzuki на тест-драйв нового suzuki джимни привет из баку и пока аня там колбасится на suzuki джимни я буду тестировать обновленный у вас патриот и не просто она автомате все два часа пока мы летели я работала потому что каждый день на сайте саму не курсы должны выходить статьи собственно вот я и проверяла все эти тексты чтобы вам было что почитать где мы что мы что что здесь будет вообще я вот на астраханские арбузы икра и suzuki джимни во первых здесь есть ультимедия все выглядит очень симпатично может конечно то что я спрошу через розовые очки на этот мир здесь по-прежнему огромный подлокотник по-прежнему достается вот это ведро я и в прошлый раз не поняла зачем это нужно но предположила что такие таких как я когда у тебя какие-то какое там огромное пространство и когда у тебя просто куча всего это уже ничего не может найти ты достал порылся хера сил на рёт салфетки 1 салфетки 2 салфетки 3 вот это вот фигня пластиковая видите она повторяет форму капота он горизонтальный сделан специально для того чтобы вы видели где заканчивается тачка и могли четко просчитать ее габариты вот а здесь еще есть пластиковый поручень это вот если водитель резко затормозит чтобы я башку обниму дарюс да да но если не буду тормозит это просто самобейся тогда ну если она для этого есть и значит там пиццы просто да просто тормозишь не тормозишь вот смотрите как выглядит коробка автомат лично мне она напоминает аудио вот она какая так чего нас тут еще есть парктроники подогрев руля подогрев руля просто это самая важная функция ничего в автомобиле не нужно так как машинка так как гулять такое но очень ну вот мне только что этот звук мне нравится очень странная шумоизоляция здесь по ощущениям ее нет вообще как будто бы я на улице сижу но сейчас попробую выключить как будто знаете вот где-то задувает вот так вот какие-то прям ветер как будто в машине гуляет что вы это и ветром сносит реально сносит ветром да и блять а почему ты ж смотри ветер оттуда дым это же блин внедорожник он вообще должен быть устойчивым на дороге и все такое этот гипер устойчивый если вы в надежных руках а где арбузы я думала здесь везде на опочине бобла и арбузы да 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 ты прямо не бобла и не арбузов еще обзор приехали на каждом шагу на пол водки вокруг полермы плавали все ты все ты изнасиловала машину короче ребята это топ мы сейчас ехали со скоростью 70 км в час прораздолбанный просто дороги ее нету то есть здесь вообще никогда не было людей я не знаю ходят только вон коровы и акшен я уверена что у оли на уазе там не так интересно как у нас потому что у нас комары я вляпалась в пакетах бербери в коровью какашку Блин, вот это круто! Вот это драйв! Вот ради чего такие машины нужны! Это круто! Это прям очень весело! Главное, не врезаться в корову! Блин! У тех коров перепугала! Какой-то я злой вегетарианец! Ой, как она смешно бегает! Мне кажется, на этой машине чувствуешь себя уверенным вообще везде! И ничего не страшно! Ну, во всяком случае, водителем! Пассажир, по-моему, седой! Просто просто, чтобы вы понимали, что мы творим! Человек двумя руками гиртует! О, жесть! Ха-ха-ха-ха-ха! Блин, мы едем зашли! Места! Чтобы искать надо было такие места крутые! Через 200 метров возьмите крови! Пипец он уверенный! Вообще! Просто бесстрашная машина! Вы же видели, как мы заезжаем? Автомат ведет себя идеально! Мы переключили систему на полный привод и вообще все круто! Никаких проблем! Переключается все плавненько! Реально неубиваемая тачка! Реально неубиваемая тачка! Это так непросто! Вообще, знаете, профессия блогера, когда ты одной рукой ведешь машину по бездорожью, а другой снимаешь! Блин, прости, пожалуйста! Мне кажется, мой коллега сейчас немножко посидел! Все, переживай! Блин! Блин! Что мне так еще? Нет! Мы сейчас чуть не перевернулись! Ну, это же просто, я же блондинка! Я должна так водить! Ну, ты думал-то, вот я за руль села и все, сейчас перевернемся! Ты можешь пока, знаешь, молитвы читать! Говорят, помогает! Блин, слушайте, вообще, насколько уверенно едет машина! Я вообще такого не ожидала! Ну, что, Аня, а твой Сузуки так сможет? Расскажи! Блин, это просто топ! Вы не представляете, тачка капец, какая проходимая! Я не знаю, что сказать, но нам просто... Вот я сколько еду? 60 км в час? Дороги нет! Как будто я на Бали! Едем просто вслепую! Аааа! Жесть! Правда, что не перевернулись? Скажи, пожалуйста! Могли перевернуться! Ой, как классно! Могли перевернуться! Контент! Контент мой, контент! Это не так просто, как казалось! Я вообще, это кончик, короче, настоящий! Очень-очень красиво! Аааа! 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 О, боже мой! Я не знаю, это машина точно выживет, блин! Вот это она крепкая и надежная! Я в шоке! Я наступила в коровью какашку! Вот такую! Здоровенную! Вон наш УАЗик! Вот! Просто сумасшедшие красивые места! Азербайджан! Вообще, что ты делаешь? Это очень красиво! Очень! Я давно не испытывала таких эмоций! От автомобиля, да? За такие деньги, ну блин! Просто! Это просто очень круто! У меня просто улыбка с лица не сходит! Уже еще агелы стали углубаться! Улыбаться! Я не знаю, сколько мы так продержимся! Дорога просто! Просто нет слов! Мы даже не всегда уверены, что это дорога! Так, мы только отстали! Чтобы его нагонять! Да-да-да! Блин, вообще просто! Настолько не страшно на этой машине! Насколько может быть не страшно! Смотри, как я их, уверенно, догоняю! Покрикиваю немного! Когда тебя что-то укачивать, скажи. Попроши не сошел! Надо! Да меня не укачают! Меня куда-то выбрасывают! Оторваются! Нет, говорят мы уже! У меня ноги оторвались от земли, до бардачка прям, стукни пусть, от реально до бардачка. Е-е-е, бой! Тащит, тащит у вас! Ребята, это мы, не манусь, только на камеру играем, действительно, так, трясет. Как ненормально ехать. Давай полный привод включим, так будет проще ехать. А нам все это время он не включен! Он на заднем был, да. Мы на заднем приводе все это проехали, пи***! Поэтому это у нас трясло, дай. Би***! Мы же когда по кровейке ехали поровно, я на заднем переключил, да. Полный был не нужен. Блин, круто, слушай, вообще сразу поменялось управление. Не, ну так, ехать туда прикольнее было на заднем. Ты прям чувствуешь, как тянет, он вытягивает. Ну да, он прям, он прям в какой-то момент такой, ты прям, знаешь, он такой, думаю, сейчас он удастся, а он мне сдается! Настоящий русский парень! Ну что, кстати, сиденья очень удобные, хочу сказать, что, во-первых, вот эти поддержки боковые очень помогают. И сиденья сами, спина у меня пока нормально вообще не устала. Я полностью довольна этой машиной. Вообще, столько эмоций, столько фана. Вот коробку, мне кажется, мы протестировали на максимум. И могу с уверенностью сказать, что коробка хорошая. Такая счастливая сразу, прям вообще, вот знаете, у тебя чего в жизни не хватает, это просто вот таких вот эмоций, просто вот так вот взять и погонять. Вот прям тачка для того, чтобы дарить людям эмоции, чтобы вот так вот улыбаться и кайфовать вообще от жизни. Сегодня узнала про трансмиссию, что, оказывается, ее производят во Франции. Что она очень надежная, что ее ресурс рассчитан на 200 тысяч миль. Это примерно 300 тысяч километров. И не требует замены масла. Меня этого очень сильно поразило, что нужно менять только масляные фильтры. А масло только по рекомендации дилера, когда вы приезжаете на ТО. Мы вчера всячески пытались перегреть коробку. Нам это не удалось. Сегодня будем продолжать. Говорят, что примерно на 120-130 градусов она уходит в аварийный режим. Так, кто-то лезет там в тачку. Надеюсь, это не местные пастухи. Вот. На аварийном режиме она тоже может ехать, но ехать достаточно медленно, чтобы добраться до ближайшего какого-то центра обслуживания. Короче, у меня уже ставили на юбку. Я снимала. С меня упала юбка. Я стала убегать, и я споткнулась об кошку. Я всех людей, кому желаю счастья, я сейчас повешу. И ветер будет... Погода определить, какой... Да. И ветер будет развивать их времена, и они будут становиться счастливыми. И все. Так все просто. Мы богистов. Глазно же. Патриот, конечно, из всех внедорожных машин выигрывает... У всех внедорожных машин выигрывает по цене. Вот. И, кстати, с автоматической трансмиссией он подорожал всего на 100 тысяч. Я, если честно, думала, что будет гораздо дороже. Я думала, сейчас там 1250 точно взлететь, но нет. С вот такой вот крутой французской трансмиссией, которая там и на BMW ставится, и на Chevrolet всего лишь на соточку. Вот, так что, так что круто. Шестиступенчатый автомат на УАЗ Патриот. Вверх. Если что, вот этот звук, вот этот вот прекрасный звук вам не мерещится. Это у нас что-то скрипит в багажнике. Вчера такого не было на прошлой машине. Это либо ее вчерашние сломали, кто ее тестил. Либо там что-то... Что-то там... Неладно. Так не должно быть. Вот можно так ехать 250 километров. Сегодняшняя задача на день перегреть коробку и перевернуть УАЗ. Он крутой, но бездорожье. Вот он реально все проходит. Любые кочки. Просто все, что хочешь. А по городу ездит? Ну, не знаю. Ну, такое. Вот можно реально взять себе на дачу. Будешь первый парень на деревне. Будешь галететь цыпочки. Я приехал на Сузуки Джимни. Утикися! Утикися! Кися буддист! Кися, ты буддист? А что ты такой громкий? Тебе холодно, что ли? Малая яйска. Малая яйска. Ух ты! Еще один! Еще один. Самое грустное, что еды-то у меня нет. Ну, ничего. Кто не зажарит им барана. Заряд зажарит же. Здесь, на самом деле, страшное количество животных. Бездомных. Они все худые. Я не понимаю, откуда они здесь берутся. Но самое интересное, что здесь животных гораздо больше, чем людей. А еще здесь очень много кладбищ. Худые в них берутся вообще. В степи. Тут такое дело. Привет! Смотрите, сколько овечек. И козочка! Козочка! Вот на нас и напали собаки. Они значительно ниже. Это, короче, маленькая монгольская лошадь. Она чуть выше пони и очень-очень вносливая. Ты вносливая? Ты вносливая рожа! Вот Анька всегда лошадей найдет. В любой влог. Да. Иху-паукчик. Оля, поехали! Помните ролик? Димушки в буханке скакали. Вот у меня примерно такие же ощущения были. Ну что, ребят, все. Контент приехал. Охренеть! Я в шоке! Я просто в шоке! Блин, я такого даже не видела. Я даже такого не видела никогда! Охренеть! Охренеть просто! Ну, во всем надо искать плюсы. Хорошо, что мы не перевернулись. Мы смогли еще и перевернуться. Но еще не вечер. У нас еще дорога дальше предстоит после того, как мы сможем. Просто посмотрите, реально нет куска. Просто нет куска колеса! Нет его! Все, в мусорку! Охренеть можно! Шесть! Терпим бедствия в горах Азербайджана. Какое счастье, что мир не без добрых людей. Колесо поменяли. Теперь все шумит в багажнике. Но, во всяком случае, мы спасены. Но это очень крутое приключение. Знаете, такое настоящее. Я вам прям очень рекомендую почаще отправляться... Ну, не то, что отправлять, конечно. Почаще отправляться в разные приключения. Потому что это и есть жизнь. И именно такие вещи насыщают нашу жизнь чем-то прекрасным, невероятным адреналином, эмоциями. Это так крутое!